Дисциплина и сила духа. В Сыктывкаре прошли городские соревнования по самбо среди юношей и девушек. Их провели в рамках акции «Молодежь против терроризма». Проверить свои силы на татаме вышли 300 человек. Дарья Волокжанин расскажет подробнее. Самодисциплина, уверенность в собственных силах, выдержка и воля к победе. Это качество настоящих самбистов. Самбо-спорт в первую очередь не про нападение, а про защиту. Зародилась в России, впитала в себя лучшие практики национальных единоборств. В спортивной летописи Коми есть чемпионы мира и страны. В спорт для сильных духом идет и молодежь. В эти выходные на татаме вышли 300 юношей и девушек. Городские соревнования провели в рамках акции «Молодежь против терроризма». Мы только начали, скажем так, возрождать вид спорта, потому что был определенный провел. Сейчас молодежь, молодые тренеры начали работать. У нас уже в рамках муниципального уровня, у нас уже 300 человек выступает на данном турнире. То есть потихоньку идет возрождение вида спорта. Самбо, повторюсь, это национальный вид спорта, на что я считаю, что нужно акцентировать внимание, помогать и так далее. За схваткой внимательно наблюдают тренеры. Важно следить за всеми действиями своих подопечных, чтобы своевременно исправить недостатки и сформировать правильное сознание борца. За поражение не судят, ведь победитель всегда один. Благодаря этому происходит такой вот обмен опытом, какие-то впечатления дети получают. Даже если проиграет все равно впечатление моря, которые нужны в жизни, потому что жизнь так устроена, что без таких эмоций, в том числе и отрицательных, это не все время положительные эмоции бывают. Благодаря этому виду спорта они учатся преодолевать какие-то трудности, характер воспитывают. Все остальные качества, которые нужны, по крайней мере, ребятам, мальчишкам, они пригодятся в жизни. Правильная техника и психологический настрой. Эти юнцы знают, как правильно выходить на татами. У многих уже есть соревновательный опыт. Серьезная подготовка и работа над ошибками уже позади. Молодыми спортсменами движет стремление к рекордам. Ощущение, как будто бы страшное. Думают, что ты там проиграешь, например. Но если ты постараешься, то ты можешь выиграть. Подрастающему поколению самбистов есть к чему стремиться. А в достижении высоты им помогут их грамотные наставники. Самбо становится в республике все популярнее. Проводятся турниры и реализуются проекты. Один из них – федеральный самбо в школу. Он охватил уже восемь общеобразовательных организаций республики. Совсем скоро наших самбистов мы точно сможем увидеть на спортивном Олимпе.